Необходность корректировки лесного кодекса тлумачиться прежде всего природными аномалиями опошних годов в початку массового сахания елок. Два года тому ураганные ветры, в вынику яких пришлось испиловать древо на мал 16 тысяч гектаров. Еще 26 тысяч высекли летость, когда сосновое насаджение поразил вершины караед. Его массовое распространение ученые тлумачить недокопом вильгате, в кулсове, с чем древо оказались ослабленными. До речи, подобное нашествие караедов в Беларуси означалось в середине 30-х годов минулого 100 годов. В 130-х годах в институте лесу прогнозируют стабилизацию становища, але многое будет залежить от сегодняшних климатичных умов. Количество и численность караедов должна или она стабилизироваться, или уже немножко даже и снизиться, потому что вот такой эффект. Конечно, если не изменятся природные условия, то, что вот сегодня у нас зима достаточно такая, много снега, значит, будет много влаги, повысится влага, это хорошо, но должна быть еще и летние температуры, потому что аномально высокие температуры тоже вызывают отрицательный стресс у деревьев. До середины кроссовика лесгазы повинны спиловать еще 4 тысячи гектаров пошкодженных насаджений. Приклады штаты ученые пошлить и масштабный мониторинг колькости насекомых в усих лесах краины. Отповедные феропастки, распространенные белорусскими учеными, прошли практичную апробацию. Об масштабах экологичного бедства можно мерковать по таких прикладах. Вот тут заходится 45 тысяч вершинных караедов. Их зловили с допомогой 15 феромонных пасток у себя за два тыдни. Цей еще один приклад. На этой галецы древа ученые нашли 160 караедов, 110 за ких самки. Перед принятием закона об корректировке Ясного кодекса депутаты мают на мер выслугать пропоновую усих затекавленных боков. По околе, дейчут документы, часто не дозволяя примать оперативные рашения при назначенных ситуациях, что приводит до додатковых экономичных страт и экологичных проблем. Теперь многие положения будут перегрежены. Прежде всего, это упрощение порядка отпуска древесины с поврежденных участков, чтобы снять все административные ненужные барьеры, отбросить их, чтобы население могло спокойно, свободно заготавливать дрова для собственных нужд. Сегодня университет лесу Национальной академии наук скажут об необходности проведения масштабных генетичных мониторингов белорусских лесов, что дозволит заховать их генетичную разностаенность. Уже зараз тут створен генетичный банк лесных пород, которые можно выкористовывать при закладе новых плантаций, причем это будут древы больше устойливые до климатичных аномалий. Совместно со всеми, с Министерством лесного хозяйства, Министерством природных ресурсов и охраной окружающей среды, другими заинтересованными ведомствами, внести те нормы, которые позволят прежде всего сохранить биологическую устойчивость нашего леса и, конечно же, эффективность лесной отрасли. Олег Сентяров, Валерий Копанько, телерадо «Компания Комель».